Всем доброе утро! Миланка мне, смотрите, с утра сделала такой салатик, бананчик, груша. И тут еще бананчики, да, игрушечка? Спасибо! Спасибо! Да, пожалуйста, открывай вот игрушечку. Сейчас покушаем. И мы сегодня целый день занимаемся дома уборкой. Да, Милаш? Да. Миланка тоже убрала все игрушки. Свои порядок навела в своих коробках. Спасибо, Милашка, такая красота! Вообще прелесть просто! Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. У меня сегодня вот такая вот вкусная еда. Попозже, наверное, сделаем смузи. У нас там есть ягоды. С авокадо, в общем, сделаем с молочком. Очень вкусно такой смузи. Получились сегодня вот такой вот пылесос. Я попозже расскажу вам, распакуем его. И посмотрим вообще, затестируем его, как он собирает пыль. И вообще, что это из себя представляет. Очень симпатичный, очень похож на Дайсон. Вот здесь, смотрите, такой экранчик. Вот, и он складывается. Ну, в общем, мы потом распакуем и вам покажем. Будем вместе с вами его тестировать. Мы уезжаем на море, пока! Так, Милана, в общем, уже тут собралась, смотрите, на море. Здесь все необходимое. Взяла с собой рюкзак, главное, панамку. Конечно, от солнца. Собрала малышку, да, с собой? Да. А тут у нас... Что там у тебя? Все для Сони. Одеялка, полотенце, одежда всякие, носочки. Все нужно. Все нужно и не нужно. Все нужно и нужно. И не нужно. Точно, мы тут голодная. Молодец, заботливая мамочка. Сейчас собираемся пройти немножко прогуляться. Хочет-чуть пройтись по воздуху. Я немножко сделала такой, можно сказать, макияж, хотя ни глаза особо не красила. Смотрите, Алике как-то дарили вот такой вот блеск для губ на день рождения. Но, кстати, блеск очень хороший. Она не любит, когда вот что-то, знаете, на губах, помада, блеск. Ну, не нравится ей. Я выбирала блеск для губ, чтобы он, ну, такой, знаете, был не липкий, не чувствовался на губах. Честно сказать, я тоже не очень люблю блески на губах. Тоже не люблю. Я вот люблю помады матовые, вот как у меня, допустим, вот эта помада. Катрис. Вот такая, кстати, тоже уже заканчивается потихонечку. Вот эта помада, номер вот такой. Она матовая. Ее вообще на губах не чувствуется. Слушайте, ну, у меня с носом такая проблема. У меня за эти там 2-3 дня очень сильно стал шелушиться нос. И так вот, когда я крашу этой помадой, вот как вчера, мне кажется, он мне прям выделяется, вот этот вот такой нос весь шелушится внизу, вот где губы и нос. Вот, под носом получается. И мне показалось, по крайней мере, вчера, когда я монтировала видео, что эта помада, вот эта темная, да, матовая, она как-то выделяет мое шелушение под носом. Я сегодня решила, так как Лика не красится этим бальзамом, блеском для губ, он просто стоит, решила им накраситься. Это не просрочен, это срок годности, если что, изготовлен. Вот, и, ну, ничего, так нормально, сейчас покажу, как выглядит. Еще, кстати, заказали недавно косметику, я не показывала, что-то у меня не было настроения, честно сказать. Ну, заказали вот такой вот гель для умывания фирмы Миксит. Разные масочки вот такие. Вот Лика, по-моему, на своем канале показывала, я что-то еще даже и не показывала. В общем, масочки мы слегка любим, такая вот маска, вот, очень хорошо питает, увлажняет кожу. Ой, вот такая вот тоже маска. Лика, кстати, по-моему, делала вчера или сегодня, точно не помню. Это очищающая глиняная маска с бамбуковым углем, вот, с экстрактом мелисы. Ну, масочка хорошая, кстати, очень. Такая, смотрите, эффектная баночка, да? Симпатичненько. Люблю косметику, когда в красивых таких вот всяких баночках, тюбиках. Любим мы слика разной масочки, любим мы всякие гели для умывания. У меня гелей очень много. Стараюсь выбирать гели, чтобы они были без всяких парабенов. Вот. В общем, собираемся. Это Максика любимое место, подоконник на кухне. Он тут всегда у нас спал, я уже говорила. Ну, он везде у нас лежит, но вот подоконник, это прям одно из любимых мест. У нас здесь сюда открыто окошко на лоджию. Но я балкон не открывала, чтобы он... Ну, там балкон всегда у нас, окна открыты. Я боюсь, чтобы он, знаете, не спрыгнул. Бывают такие ситуации, когда котики спрыгивают случайно, да? Там вот как-то вот с этажей. И я боялась. Мы всегда вот так проветривание. Или если сами на балконе отдыхаем, то тогда открываем, и он с нами был на балкончике. Вот. И вот у меня все эти привычки, они до сих пор остались. Я всегда старалась, и до сих пор я стараюсь, чтобы подоконник был чистый, чтобы на подоконнике ничего не лежало. Вот даже сейчас здесь вот кто-то поставил вот эту вазочку. Ну, она у нас стоит всегда вот здесь, эта вазочка. И когда в микроволновку что-то нужно вот положить, разогреть, мы ее, соответственно, вот убираем, допустим, вот сюда, да? Как бы первым делом на подоконник ставим что-то. И я всегда вот захожу и убираю, чтобы место Макса было свободно. Представляете, вообще, я не знаю, когда это все эти привычки, все это вот пройдет, эти воспоминания. Воспоминания точно никогда не пройдут, это 100%. Вот. Привычка, не знаю. Вышли погулять. Взяли чипсы, водичку. Хочу вам показать, смотрите. Что там, что? Что это, сосна, да, ель, не знаю. Смотрите, какие шишки красные, видите? Очень интересно. Пойдем. Только наверху. Да. Почему-то и здесь тоже, вот видите. Там прям большие, есть только маленькие. Делаем смузи. У нас здесь авокадо, клубника, черная смородина, малина. И что там еще не помню? Сильдерей. А, сильдерей, да. И добавили молока. Сейчас уже монтирую видео, переписывала с сестрой. Велико положила в ТикТок еще несколько дней назад. Видео, посвященное Максику. Я перестроилась, Петра взрывелась. С сестрой вспомнили Максика. Ну, это как-то так совсем грустно стало. Какая-то такая прям, знаете, грусть, что там прям, не знаю, стараюсь изо всех сил как-то отвлечься и как-то поменьше думать об этом. Но бывает, как, знаете, нахлынет, и сидишь, и впадаешь в грусть. Как-то так. Как-то тамонтировать влог. Спасибо вам всем за поддержку. Читаю комментарии все. Стараюсь максимально практически всем ответить. Мне даже, так знаете, легче читаю комментарии. Очень много комментариев, поддержки. И много историй я уже говорила о своих, про своих животных. Кто-то что-то советует, кому что помогло. Я знаю, что многие прям вот, очень многие пишут, что помогло именно завести нового питомца. Но я пока не могу. Пока не могу. Дальше видно будет. Мне как-то вот, знаете, вот что-то как-то вот. Мысли есть тоже. Мы даже смотрели немножко. Милашка принесла, говорит, мам, давай посмотрим. Может быть, какие там, ну все, какие тебе нравятся котята. Цвета. Ну и как-то так посмотрели. Но я пока не готова. Вот как-то пока вот не пришло время завести. Не знаю. Может быть, конечно, кто-то сразу заводит. А мне нет. У меня еще, знаете, до конца вот не отпустило вот это вот ощущение, что я не могу поверить, что его нет. И у меня вот как-то такое, знаете, сознание такое, что вот какой-то другой. Вот. Как-то вот не могу объяснить. В общем, пока тяжело. Пока вот не говорю. Вот сейчас я как посмотрела видео. Лика то, что выложила в ТикТок, не попалась. Зашла в ТикТок и видела. И прям совсем расстроилась. Все, все, сестру переписываемся. Еще у меня нос, я уже показывала. У меня, кажется, еще кожа стала у меня вообще простая. Не знаю, что с ним делать. Может, поэтому маслом намажу. У нас есть масло, слегка как-то заказывали давно. Ну, может быть, месяц назад. Масло какао. Он очень хорошо помогает при раздражении, при вот таком шелушении. Может быть, как-то что-то поможет. Хочу, кстати, сделать сейчас маску, потому что тут что-то у меня вообще прям кожа шелушится. Вот. И я уже показывала сегодня. Заказали маску. Смотрите, какая она красивая. Сейчас все откроем. И вам покажу. Смотрите, какая красота. Такая вот блестящая маска. Это, кстати, маска-пленка. Черная, с черной глиной. Сейчас буду делать. Про масло я говорила. Такое масло мы заказывали. Масло какао. Очень хорошее масло. Оно очень хорошо увлажняет, питает кожу. Очень хорошо наносить на губы. И чтобы волосы на солнце, допустим, когда едете на море, чтобы волосы не сохли. Кончики, да. И очень хорошо вот этим маслом какао смазывать волосы. Даже вот перед солнышком, когда идете на пляж. Так что буду сейчас делать вот такую вот маску. Слушайте, она классная вообще. Хочу сказать, что маска очень хорошая. Мне очень понравилась. Я уже сняла эту пленку. Правда, пленка снимается очень тяжело. У нас было очень много масок вот таких вот. Пленка, да. И вот эта маска, она, конечно, отличается. Во-первых, она очень приятно пахнет. Блестящая. Она очень хорошо увлажняет кожу. Просто супер вообще. У меня теперь нет никакого шелушения. У меня здесь прям, знаете, какие-то как болячки были. Вот настолько вот шелушилась кожа. Прямо как будто бы огрубила. Я все сняла. И очень-очень хорошо. Чтобы подеть хорошо, нужно просто немножко толщий слоем дать. Ну, может быть. Я вроде старалась толстым слоем делать. Ну, как-то так. Так, в общем, решила поделиться, что маска мне очень понравилась. Советую такую масочку. Очень хорошая. Мы слика смотрим сейчас фильм. Это уже 10 серия. Как называется? Поразным берегам. Поразным берегам. И монтируем видео. Лика монтирует. А я не монтирую. Потому что мама не может собраться. Я никак не могу собраться, да. Не монтирую. То комментарии читаю, то и на фильм отвлекаюсь, то и с сестрой переписываюсь. И вот как-то вот так. Но если не буду монтировать, с утра смонтирую, ничего страшного. На этом наш лог подходит к концу. Всем до завтра. Всем пока-пока. Продолжение следует.